Доброе утро, дорогие друзья! Очень хорошо, что вы в воскресенье рано утром включили свои телевизоры, дабы поразвлечься и узнать чего-нибудь нового. Я напоминаю, что у нас, назовем это так, марафон десертов. Вчера мы делали чизкейк, а сегодня давайте сделаем такой домашний торт. Очень интересный рецепт, ну, можно сказать, что я его сам придумал, собрал из нескольких. Это такой бисквитный торт со сливочным кремом. В начинку у нас еще пойдет такое пирожное, как брауни. И давайте его для начала сделаем. Для этого мы берем 4 яйца и 200 грамм сахара. Хорошенько перемешиваем. Я понимаю, что сахар не сразу поддается. Растворению. Поэтому у меня здесь уже стоит сливочное масло. Я его чуть-чуть растапливаю. Даже не растапливаю, он просто у меня тает, чтобы оно было теплое. Чтобы сахар у меня получше разошелся. Но также в брауни идет шоколад. В данном случае темный шоколад. Его мы к нему вернемся чуть позже. Здесь у меня обжарена миндаль. Его мы немножко обработаем в ступке. Потому что все-таки такие большие орехи, это не совсем приятно, когда тебе будут в бисквите попадаться. Ну, брауни это, наверняка многие знают, это классический английский такой бисквит, пирожное. Его готовят как и в виде каких-то маффинов, так и как классически это заливают в форму, выпекают, а потом нарезают на такие брусочки. И подают с каким-либо кремом. Есть классические, множество классических английских кремов. В частности, очень хорошо подходит для брауни мятный крем, мятно-сливочный такой. Но у нас сегодня немножко другая история. Мы будем колдовать такой интересный новый торт. Чисто исключительно домашний. И брауни будем использовать, повторюсь, как начинку. Отлично. Вот у меня масло стало теплым. Я его добавляю сюда. Но выливаю не все. Оставляю чуть-чуть. Чуть-чуть оставляю для шоколада. Уже сейчас можно шоколад покрошить сюда. Полторы плитки шоколада. Крошим. Вот, видите, уже начинает плавиться. Ну, а раз такое дело, давайте-ка его мы уже и растопим до конца. Опять же, друзья, лучше, конечно, всего в данной процедуре применять водяную баню. Потому что шоколад – существо очень нежное. С ним баловаться нельзя. Чуть что, он начнет расслаиваться, пузыриться, и все, и дело испорчено. Поэтому минимальная температура на поверхности плиты, минимальная. Ну, не самая. Вот у меня из десяти троечка стоит. И немножко сливочного масла, чтобы как-то, ну, полегче было перемешивать. Ну, шоколад, если хорошего качества, он плавится достаточно быстро. И все, что нам требуется, это всего лишь его растопить, чтобы не было комочков. Можно, друзья, конечно, можно использовать какао, порошок. Но, опять же, как и в случае с чизкейком, мы там используем уже готовое печенье, да. То здесь тоже шоколад – это уже такой вполне себе самостоятельный продукт. В нем есть свои наполнители, есть и ванилин, есть различные ароматизаторы вкусные. И он, так скажем, полноценным будет являться дополнением к брауни. Ну, классический брауни, конечно, все-таки делается с настоящим шоколадом. Вот, буквально чуть-чуть его вот так вот растопить. Я уже сейчас понимаю, что у меня хорошего качества попался мне шоколад. Но это не самый такой. Есть, можно, конечно, для брауни лучше взять, даже лучше взять шоколад, где 75% какао. У меня здесь, по-моему, 50 с копейками. Потому что, ну, сильно горький я не люблю. Но хотя, если вы любите горький шоколад, это будет тоже прикольно, потому что брауни будет в массе торта, он будет находиться в таком сливочном креме. И вся эта горечь, она нейтрализуется. Вот. Вот, смотрите, какой у нас получился шоколад. Достаточно. Пусть маленько остынет. Давайте продолжим взбивать. Здесь у нас 200 грамм сахара, 4 яйца и 150 грамм сливочного масла. Это дело нам нужно хорошенечко перемешать до полного растворения. Готово. Добавим разрыхлитель для теста. Потому что это классический бисквит, он должен быть воздушным. Добавим немножко ванили. Обожаю, как пахнет ваниль. Да и вообще, когда в доме пахнет вот какими-то тортиками, это тоже всегда какое-то ощущение праздника. Шоколад. Хорошо остыл. Смотрите, какая красота получается. Даже не верится, что еще совсем недавно это был шоколад в плитках. Размешиваем. Растопленный шоколад с тестом. Вот уже бисквит приобретает нужный нам цвет. Темно-коричневый, брауни. Есть очень хорошее сочетание шоколада и апельсина. Поэтому я добавлю непосредственно сам бисквит в цедру одного апельсина. Потому что все-таки в десерте должно быть разнообразие вкусов. Готово. Теперь давайте займемся орешками. Я слегка подавлю орешки, чтобы не попадались какие-нибудь большие куски, цельные ядра. Вот так, слегка. Миндаль у меня уже обжаренный. Вообще миндаль, конечно, он такой достаточно твердый. Если вы опасаетесь за свои зубы, что совершенно справедливо, лучше, конечно, тогда использовать, например, грецкие орехи. Они вполне себе уместны и по вкусу. Они очень хорошо также подходят к шоколаду, потому что тоже чуть-чуть у них есть такая своя горчинка. Вот такие вот орехи грубого помола. Достаточно. Где-то 50 грамм грубо молотых орехов под названием миндаль. Так, разрыхлитель я сюда добавил. Давайте добавлять муку. Мука – это последнее, что идет в бисквит. Возьмем 3 ложки и смешаем. И еще 3 ложки и смешаем. Я все-таки как-то привык муку добавлять понемногу, по чуть-чуть. Не просто сразу взвешивал 200 грамм и сразу бухнул. И тут, знаете ли, дело такое, что можно бухнуть, потом ничего не получится. Бисквиты очень капризные. Но хотя вот что касается брауни, тут вовсе не обязательно, чтобы бисквит хорошо поднимался, но это, конечно, тоже неплохо. Так, но форма у нас будет такая. И я, как уже говорил, мы потом будем нарезать на такие вот брусочки его и уже выкладывать в торт. Все, с мукой закончили. Вот такой консистенции должна быть масса для бисквита. Но вообще в идеале все-таки тесто должно быть потемнее немножко. Все-таки в брауни идет самый темный шоколад, горький шоколад, ну, от 75%. Я взял немножко понежнее, такой более молочный. Поэтому у меня немножко вот так. Ну, так у меня семья и любит. Не сильно горчит, чтобы. Между тем все, тесто готово. Давайте смажем форму сливочным маслом. И выливаем. Вот так в центр выливаем, чтобы равномерно тесто могло разойтись по всей форме для запекания. Помогаем. Все, друзья, мы ставим брауни запекаться где-то на 180 градусов, примерно на полчаса, может быть, минут на 40. Давайте немножко прервемся, отдохнем, потом возвращайтесь, и мы будем делать бисквиты. Так, друзья, давайте я вам сейчас быстренько напомню, что мы сегодня делаем. Мы делаем сегодня такой необычный десерт, такой домашний торт. В нем сочетаются два рецепта. Это брауни, бисквит, на который мы уже поставили. И прежде чем делать бисквит с маком, давайте сделаем небольшие заготовочки. Здесь у меня мак, собственно, да, его лучше, конечно, заварить кипятком, чуть-чуть, чтобы он маленечко настоялся. А здесь у меня желатин. Желатин нужен будет для крема. Я его замочу. Так, ну всей пачки мне будет много, половину пачки. В сливках, в холодных сливках. Хорошенько сейчас надо размешать. Вот такая вот заготовочка пусть постоит. Это у нас заготовка для крема. Давайте к бисквиту. Поехали. 4 яйца вновь, 200 грамм сахара. Начинаем размешивать. Как только яйца хорошо разойдутся, мы сюда добавим 150 грамм сливочного масла, растопленного. Но даже не растопленного такого. Никогда не надо масла доводить до кипения. Ни в коем случае, чтобы оно не кипело. Потому что оно начинает расслаиваться. Яйца разошлись, добавляем теплое масло. Просто оно должно быть теплое. Теплое масло помогает сахару хорошо раствориться. Вмешиваем до полного растворения сахара. Вообще кондитерское дело, конечно, оно непростое. Я вообще, конечно, не кондитер. Но иногда так хочется сделать какие-нибудь такие сладости, вкусности. Заморочиться немножко. Потому что это, да, это такое праздничное что-то. А сейчас весной иногда настроение бывает не очень. И вот какой-нибудь тортик домашний это, по-моему, самое то, что нужно. Хорошо размешали. Отставляем в сторону. И давайте откинем мак и будем добавлять. Вот. Когда мак запариваешь, он становится интереснее. Он тогда уже пахнет, он вкуснее, лучше живется. Начинаем добавлять муку. Точно так же я добавляю ее поднемножку, по 3-4 ложечки до нужной консистенции. Вместе с мукой можно добавить разрыхлитель сразу. И все-таки я погашу немного соды. Чайная ложка соды, немножко сока лимона. Когда все-таки здесь соду добавляешь не только для того, чтобы бисквит был более пышный. Сода бисквит как бы делает суше, да, немножко посуше, чем он получается. И он тогда более охотно впитывает в себя крем, пропитку. Поэтому рекомендую такую процедуру проделывать. И что сейчас я еще сделаю? Я сейчас возьму два белка, собью и сюда добавлю. Я даже взял один белок, добавил чуть-чуть соли и сейчас быстренько его вот такой насыщенный кислородом белок. Беру лопатку и теперь уже хорошо размешиваю. Бисквитное тесто с насыщенным кислородом белком. Здесь уже венчик желательно не использовать, а использовать какую-то такую вот мягкую мешалку, чтобы не выбить весь кислород из теста. Готово тесто на бисквит, где моя любимая форма. Вот она. Лучше, конечно, использовать разъемную форму. Смазали форму маслом, выливаем тесто и ставим в духовку на 180 градусов на 40 минут. Но перед этим мы достанем брауни. Отличный шоколадный запах. У нас происходит, так сказать, смена караула. Тот же температурный режим. Прерываемся, ждем, пока один бисквит остынет, другой бисквит подойдет. Возвращайтесь к нам в третий раз, я вам покажу, как мы будем делать крем. Друзья, великолепно, просто замечательно, что вы остаетесь с нами. Напоминаю, что у нас сегодня домашний торт, сегодня у нас на повестке дня, у нас брауни уже готов, он остывает, бисквит с маком запекается, давайте приготовим крем, идемте за мной. Если вы помните, прошлый раз, когда мы с вами виделись сегодня, я замочил в сливках желатин. Сейчас нужно довести до ума эту заготовочку, видите, вот он набух, мы чуть-чуть нагреем сливочки, здесь у меня где-то 100 грамм, вот, мы их будем нагревать, и для чего? Это для того, чтобы желатин хорошо разошелся и растворился в сливках. И заметьте, что снова я температуру делаю крайне невысокую, в половину всех возможностей моей плиты, потому что желатин тоже не любит вариться. Он любит такую комфортную температуру, чтобы потом сыграть добрую службу нашему крему, чтобы наш крем потом хорошо застыл, схватился. Потому что этот крем будет много, он будет выполнять связующую роль между двумя коржами, и именно в нем будут лежать порезанные на брусочке брауни. Помешиваем постоянно, чтобы, не дай бог, у нас что-то там пригорело. Если пригорело, все, до свидания сразу. Весь вкус испортится. Ни в коем случае не нужно доводить до кипения, только хорошо прогреть, чтобы желатин полностью растворился в сливках. И все, этого достаточно. Пока сливки с желатином остывают, мы будем взбивать вот эти сливки с добавлением сахарной пудры. Здесь у меня 200 грамм сахарной пудры, ведь крем должен быть сладким по определению. И теперь начинаем взбивать. Начинаем потихоньку добавлять сливочный сыр. Я вновь пользуюсь моим любимым сыром маскарпоне. повторюсь только потому, что идеально подходит для приготовления крема, чизкейков. Здесь у меня 500 грамм, мне столько, конечно, не надо. Я возьму половину. Так, здесь у меня хорошо желатин, растворенный в сливках. Потихонечку добавляем добавляем и размешиваем. Добавим немножко крахмала. Две чайные ложки. Тут вся идея в том, что торт, когда мы его уже соберем, заправим, должен постоять в холодильнике довольно-таки продолжительное время, чтобы схватился желатин. Чтобы вообще весь торт хорошо застыл. Крем готов. Вот примерно такой консистенции будет достаточно. Все равно ему еще застывать. Я уберу его в холодильник. А пока крем в холодильнике остывает, нам нужно достать приготовленный бисквит. Бисквит нужно тоже хорошо охладить. Вуаля! А пока бисквит охлаждается, давайте еще немножко посмотрим утренний развлекательный канал. Возвращайтесь и будем собирать наш торт. И снова привет! Напоминаю, что у нас сегодня домашний торт с такой замечательной начинкой, как брауни. У нас готов бисквит с маком. Сейчас нам необходимо разрезать его на две равные части. Есть! Готово! Вот он у нас хорошо пропекся. смотрите, вот эту нижнюю часть мы снова закрываем форму и помещаем обратно бисквит в разъемную форму. Форму лучше поставить на какую-нибудь тарелочку, потому что мы будем пропитывать наш торт кремом. Все это дело может там конечно немножко протекать. Делаем такой вот слой. я напоминаю, что в нашем креме сливочном растворен желатин, а это значит, что крем застынет и наш торт получится очень нежным. Вот так делаем такой слой. И не только желатин, конечно же, у нас еще там сыр маскарпоне. Смотрите, вот наш бисквит брауни. мы нарезаем его на вот такие вот брусочки и выкладываем между коржами. Это будет такая интересная прослойка брауни с орехами. и это прекрасно. Конечно, можно сделать корж брауни точно такой же, как вот эти, но тогда, понимаете, вот этот сливочный крем, ну, не так это интересно будет, а так он будет в этом креме плавать буквально, ну, не плавать, а находиться, так скажем. И заполняем оставшимся кремом так, чтобы бисквит брауни был полностью закрыт. Он промокнет, конечно же, промокнет, но все равно он сохранит свою форму интересную. И остается нам сверху накрыть вторым бисквитом, хорошо придавить, это важно, друзья. Пускай что-то лишнее вытекает, ничего страшного, мы это как-нибудь переживем, зато в итоге у нас получится очень интересный такой домашний торт, потому что крем, повторюсь, он должен застыть, в нем желатин, в нем сыр, и тогда наши все ожидания будут вознаграждены прекрасным домашним тортом. Сделаем небольшой монтаж, я расскажу, как мы это готовили, а потом мы посмотрим, что у нас получилось. Для начала готовим брауни, взбиваем 4 яйца и 200 грамм сахара, добавляем 150 грамм разогретого сливочного масла, хорошо перемешиваем. Берем полторы плитки темного шоколада, растапливаем его на очень слабом огне. Можно использовать водяную баню, но если шоколад хороший, то это вовсе не обязательно. Вмешиваем растопленный шоколад в тесто, добавляем постепенно муку, разрыхлитель и толченый жареный миндаль. Также добавляем цедру одного апельсина. Доводим мукой до нужной консистенции, прямоугольную форму смазываем маслом, выливаем тесто, равномерно разравниваем и ставим в духовку на 180 градусов на 40 минут. Делаем маковый бисквит. Мак лучше замочить на несколько минут кипятком. 5 граммов желатина размешать со сливками, оставить набухать. Взбиваем 4 яйца и 200 грамм сахара. Добавляем 150 грамм разогретого сливочного масла, хорошо взбиваем, постепенно добавляем муку, разрыхлитель, ванилин, мак отсыдить и тоже добавить. Для пышности погасить соду половинкой лимона и взбить 2 белка в густую пену, аккуратно смешать лопаткой. Разъемную форму смазываем маслом, выливаем тесто и ставим в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов. Приготовим сливочный крем. На очень маленьком огне в сотейнике соединить набухший желатин и 50 грамм сливок, сильно пудрой. Пудрой должно быть в 2 раза больше 200 грамм. Добавляем в массу сливки с желатином и сливочный сыр 150 грамм. Хорошо перемешать, взбить до густоты, поставить в холодильник. И далее собираем торт. Маковый корж разделить на 2 части. Нижнюю часть поместить обратно в форму, брауни нарезать длинными брусками. В форму с бисквитом выкладываем крем, сверху выкладываем бруске брауни и полностью покрываем кремом. Закрываем торт верхним бисквитом, слегка придавливая. Ставим в холодильник. Часа на 3. Очень незаметно пролетело время. Мой торт уже хорошенько остыл, охладился. И сейчас у меня есть еще время, чтобы приготовить шоколадный крем. Смотрите, здесь у меня где-то 30 грамм сливок. Я выкладываю туда темный шоколад. И сейчас мы его будем также растапливать. Ну, этим кремом, как вы догадались, мы будем смазывать торт сверху. Здесь у меня тоже полторы плитки. В общем, на все про все у вас уйдет 3 плитки шоколада. Вот такой вот очень сытный но зато праздничный торт. Шоколад моментально начинает плавиться. Очень быстро сливки начинают густеть. Становятся темно-коричневыми, смешиваются с шоколадом. Тоже ни в коем случае не нужно сильно нагревать, потому что торт, как вы догадались, у него в креме есть желатин. Этот торт, конечно, в тепле держать не нужно. Нужно его доставать и быстренько съедать. Если не доели, то сразу же в холодильник, иначе он будет некрасивым. До полного растворения шоколада происходит вот эта процедура. Главное, чтобы не было комочков. Все, дорогие друзья, вот смотрите, какой получается. очень вкусно выглядит этот шоколад. Достаем торт. И давайте посмотрим, что же у нас получилось. Очень хорошо охладился. Вот как раз крем хорошо схватился. И нам остается только полить это шоколадом и обратно убрать в холодильник, чтобы торт или шоколад сверху тоже застыли. Хорошо разравниваем. Бока тоже можно смазать шоколадом, но мне кажется так интереснее. Мы так как бы сделаем полутона. Остается только торт украсить. Здесь собственно каждый делает в меру своей фантазии и своих возможностей. Самое главное мы сделали. Наш маковый торт с брауни и сливочным кремом готов. Желаю вам, чтобы у вас тоже это все получилось. Включайте свои телевизоры на следующих выходных. Нас вновь ждут новые кулинарные приключения.